Почти 200 выпускников 9 классов сегодня официально стали студентами юридического колледжа Одесской юридической академии. С этим знаменательным событием юных юристов поздравил президент университета академик Сергей Кивалов. Продолжение материали наших корреспондентов. Зачисление в юридический колледж – долгожданное событие для сотен выпускников 9 классов. В актовом зале Одесской юридической академии торжественно прозвучали фамилии тех, кому удалось сдать все экзамены и стать студентами самого престижного учебного заведения страны. Они стали полноправными студентами нашего университета. Это элита. И я очень рад, что они сегодня выбрали именно наш вуз. Посмотрите, условия у нас хорошие, общежитие прекрасное, преподаватели лучшие из лучших. И поэтому я думаю, что вот такой комплекс позволит родителям спокойно быть за своих детей, потому что они уже сегодня начинают строить карьеру. Кроме того, президент вуза Сергей Кивалов пригласил поступать в колледж выпускников 11 классов, которые не сдали внешнее независимое оценивание. Таким образом, они не лишены возможности получить качественное высшее образование европейского уровня. Одесская юридическая академия предлагает уникальную возможность поступить в юридический колледж на специальность права, а после окончания учебы можно автоматически стать студентом сразу третьего курса вуза. Мы берем вас и научим вас, и сделаем все для того, чтобы вы стали полноправными студентами. У нас есть для этого возможность и правила приема предусмотрены. Те выпускники школ, которые не сдавали по какой-то причине или не сдали ЗНО, имеют право поступить в юридический колледж. Два года обучения, после этого они становятся студентами третьего курса Национального университета юридической академии. Вы знаете, я всегда не очень хорошо относился к ЗНО. Я считаю, что ЗНО – это лишняя ступень поступления в высшее учебное заведение. Если он претендует, выпускник школы, на бюджетное место, я согласен, давайте будем делать ЗНО. А если есть возможность оплатить за контракт, так зачем его еще мучить ЗНО? Студенты колледжа будут учиться в новом корпусе, расположенном по адресу переулок Бисквитный 3, в котором насчитывается 45 аудиторий, многие из которых оборудованы компьютерами. Студентам колледжа читают лекции именитые профессора, известные судьи и адвокаты со всего мира. В их распоряжении самая большая в стране научная библиотека, современные спортивные комплексы и залы Одесской юридической академии. Когда родители абитуриента узнали о таких возможностях, остановили свой выбор именно на юридическом колледже Одесской юрокадемии. Начиная с прошлого года, сошлась мысль на том, что мы ничего лучшего не желаем для своего сына. Такой заботы, с которой мы, кстати, столкнулись, зайдя буквально в первый же день, когда подавали заявление, и начали вникать, как, знаете, такие еще пока детки, маленькие, немоблята, я кажусь, на Украине. Но настолько все внимательно с первых шагов, настолько все четко, организовано, что лучшего, наверное, не приходилось желать. Мы очень довольны, что поступили в заведение учебное очень приличное. Выступал Сергей Васильевич, нам очень понравилось, он все вот так вот охарактеризовал. Он действительно президент, видно сразу, он очень беспокоится о детях, это тоже заметно сразу. Юридический колледж Кивалова известен на всю Украину, не только на Украину, поэтому мы сразу, у нас сомнений даже не было, куда поступать. Напомним, президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов приложил максимум усилий для сохранения колледжного, а также среднего профессионального образования в нашей стране. Колледжное образование одно из самых престижных, не только в нашей стране, в Европе, в США, и несмотря на то, что были поползновения некоторых политических сил, некоторых представителей власти отменить колледжное образование, Сергей Васильевич Кивалов, как президент нашего университета, будучи народным депутатом, отстоял эту форму образования. Сегодня, слава богу, мы имеем возможность зачислять достаточно большое количество студентов, я думаю, что наибольшее в стране. После завершения колледжа выпускники получают диплом профессионального младшего бакалавра государственного образца, который дает право не только продолжить обучение, но и уже приступить к работе по выбранной специальности. Очень рада, что поступили. Честно, было сначала очень страшно, потому что много людей было, и боялась, что не сдам права, но как бы очень было страшно. Но, слава богу, все поступили мои, мы очень рады. Очень хорошие девочки здесь, очень культурные такие все наши, которые поступили с моей группы, все поступили хорошо, у всех результаты очень хорошие. Хотела поступить сюда очень сильно и поступила. Вот, экзамены были относительно легкие, но для кого как. Это диктант и правознавство. Хотелось бы уже уйти со школы и поступить в колледж, потому что здесь, я считаю, что есть большие перспективы обучения именно в этом юридическом колледже. Напомним, вступительная кампания для выпускников 11 классов, которые не сдали внешнее независимое оценивание, продлится с 13 по 22 августа. В Одесской юракадемии функционирует консультативный центр бесплатной помощи абитуриентам. Центр расположен по адресу улица Академическая, 2, на первом этаже в приемной комиссии. Время работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Также необходимую консультацию можно получить по телефону 048-719-8800 или на официальном сайте университета он.юа.эду.юа.